В этом видео мы разберем с вами песню «Буча гирден кетурюн бени» «Увезите меня из этого города». Слова и музыка молодого турецкого таланта «Омер Эс». Друзья, у меня просьба к вам. Я буду разбирать смысловой перевод текста, а вас попрошу написать в комментариях ваш вариант песни, адаптированной на русский язык. Если у нас получится достойный вариант, я попрошу автора этой песни спеть ее на русском для нашего канала. Перевод не обязательно должен быть дословным, главное с похожим смыслом и с красивой рифмой. Я верю, что у меня есть талантовые подписчики и у нас все получится. Будем слушать по строчкам, а затем разбирать смысл. Давайте возьмем слово «хырсызым». «Хырсыз» – это вор, и к слову добавляется аффикс принадлежности первого лица, получаем «хырсызым» – «мой вор», «воришка». Или «воровка», так как он поет о девушке. Или «похитительница». Как я понял, что «им» – это аффикс принадлежности, а не личный аффикс. Потому что аффиксы принадлежности у нас ударные, на них падает ударение, а личные аффиксы безударные, и ударение на них не падает. «Беним хырсызым» – «мой вор», и «бен хырсызым» – «я вор». Не путаем. Дальше у нас есть описание этого нашего воришки в виде причастия на «ан». «Какой вор»? «Кальбими чалан хырсызым» – «вор, который украл мое сердце». «Чалмак» – у этого глагола есть много разных значений, и одно из них – это украсть, утащить, своровать, похитить. И причастие, произведенное из этого глагола, «чалан» означает «который украл». «Кальб» – «сердце» с аффиксом принадлежности первого лица «кальбим» – «моё сердце». Не забываем про озвончение согласной. «Ней чалан хырсызым» – «мой вор, который что украл». Даем определение тому, что он украл. Добавляем аффикс определительного падежа по правилу гармонии – это «и» и получаем «кальбими». «Кальбими чалан хырсызым» – «моя воровка, которая украла, похитила мое сердце». Почему «моя воровка», то есть «хырсызым»? На самом деле это такое ласковое обращение к своему любимому человеку, такое же как «ашким» – «любовь моя», «чичиим» – «цветочек мой», «томбищим» – «пышечка моя», «султаным» – «султанша моя» и так далее. Можно перечислять бесконечно. Практически к любому слову можно добавить аффикс принадлежности первого лица и получим ласковое обращение. А «кальбими чалмак» – это устойчивое выражение, которое обозначает по смыслу «ты влюбила меня в себя». Или самое лучшее значение, которое мне нравится, это «очаровало», «ты очаровала меня». И это выражение используется не только в отношении мужчины и женщины. Например, после землетрясения в Турции вышел репортаж про пожарного, который спас из-под завала в кошку. И она потом все время находилась рядом с ним. Этот сюжет вышел под заголовком Что можно перевести как «Пожарный с большим сердцем, очаровавший всех нас». То есть его поступок влюбил всех нас в него, он очаровал всех нас своим поступком. Или такой пример. «Истамбул кальбими чалды». «Стамбул очаровал меня», то есть влюбил меня в себя. Вернемся к нашей песне. Это устойчивое выражение, которое имеет смысл «удача». Например, «сенбеним шанс илдызым». «Сен» можно перевести «ты моя удача», «ты моя фортуна». Или предложение «бель кивонун шанс илдызыдр» можно перевести «возможно, это его звездный час». С аффиксом принадлежности первого лица получаем «шанс илдызым». «Моя звезда удачи». Опять же, здесь это ласковое обращение к девушке. И какая моя звезда удачи? «Та, которая на небе». «Гёк теки шанс илдызым». «Гёк небо» или «небосвод». И «Гёк теки», «которая на небе». Дальше. «Бак моя дуяма дым, гюзель кызым». «Бак моя дуяма дым, гюзель кызым». «Гюзель кызым» — это «красивая девушка». И «гюзель кызым» — «моя красивая девушка». Или «моя красавица». Это тоже ласковое обращение. Обычно кызым говорят на дочку, или когда человек в возрасте обращается к девушке, к женщине, которая значительно младше его. Но здесь у нас парень обращается к девушке. Возможно, это сделано в угоду рифме, возможно, это просто молодежный сленг. И дальше описываем нашу красавицу. «Насл бир гюзель кызым». Какая у нас красавица? «Бак моя дуяма дым», на которую я не смог, не могу насмотреться. «Дой мамак» — это глагол обозначает «не насытиться». И в форме невозможности с аффиксом «а» получаем «дойямамак» — «не суметь насытиться». «Бакмак» — «смотреть». «Бакма» — это «смотрение». Это отглагольное существительное, которое обозначает процесс этого действия. К этому слову у нас добавляется аффикс направительного падежа через соединительную «е». и получается «бакмая» в направлении процесса смотрения. «Бакмая дуяма дым» — «я не сумел насытиться». «Смотрением» — это будет дословно, а вся фраза по смыслу. «Бакмая дуяма дым гюзель кызым» — «ты моя красавица, на которую я не могу насмотреться». Слушаем дальше. «Букадар ла етин ме дин» — «бана ялан сөйледин». «Етин мек» — «довольствоваться». «Етин ме дин» — к основе глагола добавляем отрицательный аффикс «ме», аффикс прошедшего увиденного времени «ди» и аффикс второго лица единственного числа «не». Получилось «ты недовольствовалась». Фраза «букадар» — она очень многогранна, ее можно перевести несколькими способами в зависимости от контекста. Это может означать «этого достаточно», «до этого момента», «до такой степени», «настолько», «до сих пор». С глаголом «е тин мек» слова используются с аффиксом падежа средства «ла», «ле». Поэтому у нас здесь «букадар ла». И попробуем перевести все предложение. Глагол «е тин мек» легче переводить через слова «достаточно» или «хватит». «Мукадар ла е тин ме дин» — «тебе этого было недостаточно», «тебе этого не хватило». Дальше «бана я лан сё ле дин». «Я лан сё ле ме» — «говорить неправду», «лгать». «Бана я лан сё ле дин» — «ты мне солгала». «Ичим янгын е ри ды сэн гёр ме дин». «Ичим янгын е ри ды сэн гёр ме дин». «Ич» — это внутренняя сторона. Если мы добавим аффикс принадлежности первого лица единственного числа, получим «ичим». «Моя внутренняя сторона» или «внутри меня». Это слово может иметь разный смысл в зависимости от контекста. Что у нас внутри может быть? Это может быть душа, сердце, наши чувства и так далее. Дальше у нас есть одна аффиксная изофет «янгын е ри». «Янгын» — это пожар, «ер» — это место, и «янгын е ри» — это место пожара. А в повествовательной модальности добавится аффикс «ди» через соединительную букву «е» и это будет «янгын е ри ды» — «было место пожара». Ну, то есть по смыслу у меня внутри пылало, мне было больно. И дальше «сэн гёр ме дын» — «ты не видела». То есть ты даже не в курсе, ты даже не представляешь, как мне было больно. И давайте попробуем собрать весь мысл по тексту этой части. Еще раз прочитаю по-турецки. Я это понимаю так. Ты очаровала меня, я влюбился в тебя как безумец. Ты была для меня звездой удачи, то есть ты была смыслом моей жизни. Я был так влюблен, что не мог этим насладиться. Но тебе этого было недостаточно, то есть ты мне солгала или поступила со мной нечестно. В общем, ты бросила меня, а мне было очень больно, и ты даже не представляешь, как. Ну, как-то так. Может, у вас будут лучшие варианты, пишите в комментариях. Слушаем дальше. Ну, лурсун, брак бени гидебилеим. Ну, лурсун — это на самом деле не олурсун. Но в разговорной речи эти два слова объединяются, и получается «но лурсун». Обозначает оно «прошу тебя» или «пожалуйста». Применяется, когда кого-то о чем-то сильно просите, и то, о чем вы просите в силах этого человека, в силах сделать этого человека. Например, «но лурсун бени гидебилеим». «Прошу тебя» или «послушай меня» или «выслушай меня». Есть еще сокращенная версия такой просьбы «но лур», то есть «не олур». «но лур бени гидебилеим». Это будет означать то же самое, но предыдущий вариант — более убедительная просьба. Посмотрим пример. Видите, она сначала просит его «но лур, прошу тебя», а потом для настойчивости говорит «но лурсун». Более убедительно просит его. Дальше. «гидебильмек» — это глагол «гидмек» — уйти или уходить. В форме невозможности аффикс «эбиль гидебильмек» означает «иметь возможность уйти». Также к этому глаголу у нас добавлен аффикс желательного наклонения «ээ» и присоединен личный аффикс первого лица единственного числа «им» через соединенную букву «е» и получаем «гидебилеим». «Дай мне возможность уйти». И все предложение «но лурсун». «Брак пени гидебилеим». Можно перевести так. «Я прошу тебя, оставь меня и дай мне возможность уйти». В этом предложении аффикс множественного числа «лар» в слове «хаят» не обозначает множественное число, а ставится для усиления значения или для утрирования. Так же, как, например, в предложении «Я пролила слезы размером с море». Здесь «денизлер» не означает «несколько морей». «Бельки», возможно, может быть. «Ине» снова или заново. «Смогу смеяться». Это глагол «гюльмек» смеяться, радоваться в форме возможности. Аффикс «эбиль» плюс аффикс широкого времени «ир» и личный аффикс первого лица единственного числа «им». Переводим все предложения «башка хаят тарда, бельки йиня гюлябелирим». Возможно, я смогу смеяться, то есть стать счастливым в другой жизни, в которой тебя нет. «Ама энгюзели, сон бир дилеим вар». «Ама энгюзели», но самое лучшее «сон последний», «делек желание». И с аффиксом принадлежности первого лица единственного числа получаем «делеим» – мое желание. «Сон бир дилеим вар» – у меня есть «последнее желание». По смыслу предложения можно перевести так. Но лучше всего, чтобы исполнилось мое последнее желание. Слушаем дальше. Глагол у нас в повелительной форме для авторого лица, множественного числа. «Увезите меня». «Увезите меня из этого города». То есть подальше от того места, где находится она. «Куртулмак» – спасаться или избавляться. И этот глагол в широком времени с личным аффиксом первого лица единственного числа будет «Куртулрум» – «я избавлюсь». Здесь у нас тоже аффикс множественного числа ставится для усиления значения. «Он хочет уехать очень далеко от нее». И переведем все предложение. «Куртулрум он дан узак тарда». «Я избавлюсь от нее». Имеется в виду мысленно. Где-нибудь в далеких краях. «Заманла унутабилирем бельки башка дудак тарда». «Заман» – время. «Заманла» – со временем. «Унутмак» – забыть, забывать. В форме возможности с аффиксом «абиль». «Унутабильмек» – суметь забыть, иметь возможность это сделать. И если мы добавим аффикс широкого времени «ир» и личный аффикс первого лица единственного числа «им», то получим «Унутабилирем» – «я смогу забыть». «Заманла унутабилирем» – со временем я смогу забыть ее. «Бельки башка дудак тарда». Дословно «может быть на других губах». Ну, в общем, по смыслу это двустишья. «Заманла унутабилирем бельки башка дудак тарда». Можем перевести так. «Возможно, я смогу влюбиться в другую и забыть ее». Ну, ту, в которую он сейчас влюблен. Но надо понимать, что эта песня иногда слова подбираются в угодье и рифме. Слушаем дальше. Пожалуй, это самое непонятное четверостишее. Вернее, я понимаю по смыслу, но не понимаю, для кого это сказано. Может быть, вы поможете мне разобраться. Пишите в комментариях. Слушаем. «Биргюнь однажды. Прийти на ум». Здесь этот глагол в форме возможности. Аффикс «эбиль». И если мы добавим аффикс широкого времени «ир» и личный аффикс первого лица и единственное число «им», то получим «аклына душебилирем». Я могу прийти ей на ум. «Внезапно, вдруг». «Сормак спрашивать». Этот глагол в широком времени условной модальности будет «сорарса». Если спросит. «Бенисорарса». Если спросит обо мне. «Пиргюнь оклына душебилирем ансызын бенисорарса». Все предложение. «Однажды я приду ей на ум», то есть она вспомнит про меня, когда внезапно кто-то спросит обо мне. Дальше. «Ярасы, канасын, арасын, иляджи, йолларда». «Яра», «рана», с аффиксом принадлежности третьего лица. «Ярасы, его рана». Глагол «канамак», кровоточить, и в появительной форме третьего лица «канасын», пусть кровоточит. «Ярасы, канасын, пусть кровоточит, его рана». Глагол «арамак», «искать», и в появительной форме третьего лица «арасын», пусть ищет. «Илядж, лекарство», здесь оно стоит в определительном падеже. «Арасын, иляджи, пусть ищет лекарство». «Йолларда», на дорогах или в пути. Я понимаю так, что он хочет уйти подальше от нее, чтобы ее забыть и избавиться от боли, разлуки с человеком, которого он по-настоящему любит. Слушаем дальше. Здесь предложение лучше начинать приводить с конца, так как у нас есть прямая речь, соединенная со служебным словом «дие». «Каждую ночь» означает задаться вопросом и причастие на «дик» с аффиксом принадленности первого лица получается «соргуладым», в которой я задавался вопросом. Дальше «дие», «о чем» и идет прямая речь. Возможно, у нее кто-то есть. «Бери» кто-то, например, «бери гельды» кто-то пришел или «бери арады» кто-то позвонил. Теперь переводим на нормальный язык все предложение. «Каждую ночь» я задавался вопросом, возможно, у нее кто-то есть. «Сыррыны чоземедым бир бильмеде». «Бильмеде» – загадка, «чозмек» – решать, «сыр» – тайна. «Сыр чозмек» – это разгадывать, дословно решать тайну. «Сыррыны чоземедым», которую я не смог разгадать. «Разгадать». «Чоземедым» – это глагол «чозмек», к которому присоединился аффикс невозможности «э», аффикс отрицательной формы «мэ», аффикс причастия «дик» и аффикс принадлежности первого лица, единственное число «им». «Сыррыны чоземедым бир бильмедже» – загадка, которую я не мог разгадать. Слушаем дальше. Глагол «эзлемек» – скучать, тосковать, и этот глагол в страдательном залоге будет «эзленмек», то есть заставлять скучать по себе, делать так, чтобы по тебе скучали. Давайте теперь попробуем понять по смыслу, что он хотел сказать. Он хотел сказать, что любовь настоящая, невременная, непроходящая, и поэтому, что бы он ни делал, он все равно будет скучать, тосковать о ней так, что она будет приходить или сниться ему во сне. И последнее предложение. И у нас здесь двухафиксный изофет «гиденлерин исми» – это название уходящих, или так называют тех, кто ушел. И все предложение «бильки», «кайбеден», «гиденлерин исмидр». Знай, что в проигрыше остался тот, кто ушел, тот, кто сдался и не стал бороться за свою любовь. На этом наш урок окончен. Жду от вас варианты песни. Попробуйте помочь мне. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...